Коллеги, я предлагаю начинать наш вебинар. Меня зовут Кожевников Роман, я product manager по промышленному оборудованию от компании J&R. И сегодня я вам расскажу, соответственно, о продукции компании J&R, которой мы занимаемся. Компания была основана в 2009 году, то есть следующий год для нее юбилейный. Компании в следующем году исполняется 10 лет. У компании есть своя собственная фабрика производства, которая находится в Китае. Компания занимается выпуском телефонов промышленных и общественных телефонов в различных версиях. По некоторым данным компания J&R это одна из самых профессиональных производителей SIP аналоговых 3G и GSM телефонов на территории Азии. Какую роль выполняет компания Appymatica? Компания Appymatica не осуществляет просто отгрузку товара, обычный бокс мувинг. Компания Appymatica является официальным представительством компании J&R в России. То есть компания ведет все работы по подготовке продукта, его тестированию, сертификации, различным локализациям и соответственно оказывает техническую поддержку и защиту проектов для партнеров. На данном слайде представлена фабрика компании. Так выглядят производственные мощности. На линии сборки работает около 30 человек. Из штата инженеров человек 15 человек и соответственно в R&D находится примерно около 80 человек. Теперь давайте поговорим о каких версиях мы говорили, что компания J&R какими версиями телефонов занимается. Компания J&R производит телефоны аналоговые, соответственно сиповые, которые работают по VoiceOver IP. Также занимается телефоном, который работает в сетях GSM и телефоны, которые работают в сетях 3G. Это UMTS и SDMA. Соответственно компания J&R помимо своей продуктовой линейки еще занимается производством под специальные проекты. Направление это довольно-таки популярно, потому что многие конечные пользователи требуют какой-то специальный продукт, подходящий именно под их нужды. Это может быть какой-то специальный размер или это может быть какие-то специальные возможности, которые добавляют соответственно к аппарату. Из примеров можно привести данный телефон, который также изготовился под специальный проект. Здесь изменился дизайн трубки, была добавлена дополнительная кнопка Push to Talk и соответственно добавлен динамик громкой связи и просверленные соответствующие функциональные отверстия на самом телефоне. На слайде это видно в красных рамках и те изменения, которые были сделаны. Давайте поговорим более прицельно по линейке продукции. В компании J&R сейчас производится 3 линейки продукции. Первая линейка это J&R 100, это промышленные вандалозащищенные телефоны, которые имеют максимальную защиту по IP66-67, это для вариантов с крышкой и без крышки. И также в эту серию 100 входят взрывозащищенные телефоны. Следующая линейка, следующая серия продукции это J&R 200, это уже общественные телефоны с трубкой. Они, извините, также вандалозащищенные, имеют максимальную степень защищенности до 65 IP. Соответственно комплектуются либо полной клавиатурой, либо просто трубкой без клавиатуры. Собственно говоря, из образцов, которые я могу вам сегодня показать, это вот такие, например, телефоны, у которых, как вы видите, есть трубка на проводе и, соответственно, есть клавиатура, с помощью которой можно набрать абонента и, соответственно, дозвониться. Еще вариант второй серии, серии J&R 200, может быть вот таким. То есть, как вы видите, они отличаются по цветам. Компания J&R на сегодняшний день производит стандартно четыре цвета. Заказ это, соответственно, красный, серый, желтый и синий. При желании можно договориться и аппарат будет покрашен в интересующий вас цвет. Соответственно, различие этой модели, это наличие дополнительных кнопок программируемых, помимо полной клавиатуры и, соответственно, есть динамик громкой связи, который находится в, соответственно, для вас это будет левый угол. Вот, соответственно, телефоны все водозащищенные, очень прочные и используются в различных сферах. Также идем дальше. Следующая серия продукции, это называется J&R 300, это уже общественные телефоны без трубки или, как их называют еще, вызывные панели. Выглядят они вот таким образом. Соответственно, есть варианты, которые вешаются на стену, то есть на задней части есть отверстие, и с помощью комплекта, монтажного комплекта вы можете, соответственно, установить в каком-то месте интересующем вас. И, соответственно, есть панели, которые встраиваемые. Вот. На устройстве есть микрофон, есть кнопка вызова и есть, соответственно, динамик. По защите IP здесь максимально может быть тоже до IP65, и, как я уже сказал, врезные и накладные. Пойдем дальше. Серия GR100. Как вы видите, на слайде есть серия с крышкой и серия без крышки. Соответственно, серия с крышкой представлена на слайде. Здесь есть различные тоже варианты исполнения. Может быть, с клавиатурой, с трубкой. Может быть, без трубки, без клавиатуры. Либо, соответственно, без клавиатуры, но с трубкой. Также дополнительно с телефоном может поставляться горн и проблесковый маячок. Соответственно, как я уже говорил, по цветам есть различные варианты. Далее на слайде серия без крышки. Также есть различные варианты комплектации трубкой, клавиатурой, либо кнопкой вызова. И, соответственно, есть возможность еще дополнительно оснастить прибор дисплеем. Соответственно, из вышеупомянутых дополнительных функций это можно оснастить телефон горным, либо проблесковым маячком. Взрывозащищенная серия. На данный момент есть две модели. С крышкой, с трубкой и клавиатурой, и без крышки, и без клавиатуры. Серия GR взрывозащищенная. Она напоминает серию GR-100, но здесь только добавляется степень взрывозащищенности, которая представлена на слайде. Далее хотелось бы поподробнее остановиться на расшифровке данных параметров, которые помогут обозначить для конечного пользователя, либо для партнера степень защиты, которой обладает данный телефон. В принципе, вся информация представлена на слайде, но я так коротко могу пробежаться по основным моментам. То есть, есть два вида защиты от взрыва. Это, соответственно, газовая среда и среда пыль. Взрывоопасная пыль. Взрывоопасный газ и взрывоопасная пыль. Соответственно, данные телефоны от компании GR поддерживают взрывоопасные зоны 1 и 2. Это те зоны, в которых есть вероятность нечастого и кратковременного нахождения в каких-то экстремальных ситуациях, в данном случае взрывов. Соответственно, у данных аппаратов повышена защита от искр, от различных электрических дуг, которые могут вызвать взрыв в соответствующей газовой либо пыльной среде. Также телефон может работать практически в среде с любыми газами. Полный перечень газов есть у нас на нашем сайте, в соответствующем разделе к взрывозащищенным телефонам. И также уровень защиты всего дополнительного оборудования, такого, как трубка, либо клавиатура, также соответствует данным зонам, то есть зонам 1 и 2. И максимальная температура работы данного устройства до 135 градусов. Как я говорил, в среды бывают разные, там газовые и, соответственно, полевые. И, соответственно, примерно такие же характеристики соответствуют и для среды взрывоопасной пыли. Здесь ничего нового. На данном слайде представлено, как выглядит аппарат изнутри. То есть, когда мы снимаем верхнюю крышку, у аппарата есть еще дополнительная защита материнской платы и соответствующих других компонентов телефона. Также на самом телефоне есть сервисное окно, сервисный дисплей, на котором показывается сервисная информация, которую можно, соответственно, перелистывать кнопкой, которая находится также на втором защитном корпусе. И также у промышленных телефонов JNDR есть порты, которые видите на слайде. Это WAN и LAN. Серия GR-100 применяется обычно в самых агрессивных средах, в таких отраслях, как нефтедобыча, атомные станции, возможно, туннели, судоходство, либо какие-то порты. То есть, самые суровые условия, в которых нужна максимальная защита, соответственно, либо отрыва, либо от погодных условий или условий, соответственно, использования. Примеры использования. Данные фотографии у нас с шахты. То есть, в данной шахте установлен промышленный телефон JNDR. Это версия с крышкой, соответственно, с клавиатурой и с трубкой. Еще пример использования. Это уже насосная станция, в которой помимо самого телефона еще используется дополнительная акустическая будка, которую можно также заказать дополнительно с тем товаром, который вы, соответственно, рассматриваете, либо отдельно. Выше, вот на второй фотографии, вы также видите дополнительное применение горна и поблизкого маячка. Также хотелось бы отметить, что данная акустическая будка используется для того, чтобы исключить неудобство применения, использования этого телефона в каких-то очень шумных средах. То есть, например, если работает какой-то насос либо другой аппарат, который производит много шумов, вы можете зайти в эту будку и, соответственно, слышать своего собеседника, а не постоянно переспрашивать и вести, соответственно, конструктивный, очень полезный диалог. Еще из сферы применения у нас использование данной серии JR100 в тоннеле. То есть, здесь был специально создан специальный бокс, в котором, соответственно, поместили телефон и дополнительные виды устройства в виде обмотушителей. Следующая серия – это JR200. Это общественные телефоны с трубкой. Как я уже говорил, они имеют различные модели с соответствующими свойствами и различные цвета исполнения. Также различная IP-защита, которой можно оснастить телефон от 55 до IP65 и, соответственно, варианты исполнения с клавиатурой или без. Изнутри данные телефоны выглядят абсолютно так же, как и серия JR100. То есть, внутри находится дополнительный корпус защиты, материнской платы и других компонентов с сервисным окном и кнопкой перелистывания. Из областей применения хотелось бы отметить такие сферы, как банковская сфера. То есть, данные аппараты можно применять в банках, либо это могут быть какие-то общественные места, вроде торговых центров, либо общественных заведений, может быть, это школа, что-то подобное. Также часто используется в местах лишения свободы и в местах, таких общественных местах, как метро. Очень популярно. Из примеров использования данное оборудование, представленное на слайдах, использовалось и было произведено под специальный проект для банков. Также, как я уже говорил ранее, телефоны применяются в местах лишения свободы. Это различные изоляторы, тюрьмы и другие учреждения. То есть, здесь можно также в этой области какие-то проекты найти. Следующая серия – это общественные телефоны уже без трубок, или, как их еще называют, вызовные панели. Это вот те продукты, которые показаны в начале. Вот этот. Соответственно, есть варианты встраиваемые или, соответственно, навесные, то есть, которые можно повесить на какую-то стену. Варианты исполнения с одной кнопкой, с двумя кнопками, или полная клавиатура. Также есть варианты использования данной вызовной панели на специальной колонне. Колонна также может быть оснащена специальной панелью, солнечной панелью, которая поможет питать данное устройство. Из областей применения данных аппаратов можно отметить заправочные какие-то станции, медицинские учреждения, в которых, соответственно, вся комната и данный аппарат будут обрабатываться дезинфицирующими средствами. Также это бизнес-центры. Это может быть как применение уличное, так и внутреннее, например, в рифтах. Также модели, которые идут с колонной, например, с солнечной панелью или без, можно устанавливать также на парковках, либо у дороги, как колонна экстренного вызова в случае какой-то непредвиденной ситуации. Как я говорил, из примеров использования первая и вторая картинка – это лифты, и, соответственно, третья и четвертая – это дорожное исполнение, исполнение у дороги. То есть на четвертой видите модель, которая оснащена еще дополнительно солнечной панелью. Также интересный пример использования – данная колонна срочного вызова была установлена на базе армии США в Кувейте. Как видите, также здесь солнечная панель и колонна с вызовной панелью. Из технических параметров хотелось бы отметить то, что все устройства поддерживают полнодуплексную связь, все поддерживают подавление эха. У аппаратов очень пронзительный рингтон, который достигает до 80 дБ. Также стоит отметить то, что данное оборудование 100% промышленное, то есть наработка на отказ у данных устройств более 50 тысяч часов. Модели, которые идут с полной клавиатурой, имеют данные клавиатуры с функцией памяти. Это значит, что каждая кнопка на клавиатуре может быть запрограммирована на какой-то определенный номер на какого-то определенного абонента. И то есть, например, если, например, рабочий в какой-то шахте, который использует большие перчатки, ему будет неудобно набирать обычный номер многозначный на клавиатуре. Он может просто попасть одним пальцем по нужной клавише, которая, соответственно, запрограммирована на определенного абонента, и совершить вызов. Рабочая температура данных устройств от минус 30 до 65 градусов. Питание данных устройств производится по умолчанию через ПОЭ, но модели, которые идут с горным и проблесковым маячком, они дополнительно оснащаются адаптером питания, потому что, к сожалению, по ПОЭ запитать и телефон, и, соответственно, проблесковый маячок, и горн пока невозможно. Аппараты, которые работают через VUIP, имеют следующие характеристики. Это аппарат работает по протоколу SIP 2.0, поддерживает все самые популярные кодеки, соответственно, поддерживает VLAN, имеют два разъема RJ45 с пропускной способностью до 100 мегабит, и также могут использоваться в режиме моста. Данная функция режима моста позволяет, например, в шахтах использовать данные телефоны без какой-то дополнительного оборудования, вроде коммутаторов. То есть телефоны подключаются последовательно к гирляндой, и, соответственно, нет надобности дополнительно запитывать их коммутатором, потому что если использовать обычный коммутатор, например, в шахте, он довольно-таки быстро выйдет из строя, потому что не имеет должной защиты. А соответствующий защищенный коммутатор стоит дополнительных денег и довольно-таки немалых. Поэтому данная функция позволяет избежать трат по дополнительному оборудованию. Из режимов работы сети аппараты могут работать либо статически, либо динамически, либо point-to-point. Управление устройством производится через соответствующий веб-интерфейс. Как я уже говорил, наверное, повторю еще раз, стандартно телефоны питаются по КОЭ, но модели, которые оснащены дополнительно проблесковым маячком и Гордом, соответственно, питаются через адаптер, который идет в комплекте поставки. Также стоило бы отметить то, что оборудование JNR проверено на совместимость с такими системами, как Alcatel, Siemens, Huawei, Cisco, Yastar, 3CX. То есть с совместимостью здесь проблем не бывает. У меня, наверное, все. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Либо сейчас, либо по почте представленной на слайде, либо по телефону, который также указан на слайде. Давайте посмотрим, что у нас в чате. Коллеги, ну, хочется, скоро нет вопросов, тогда я предлагаю на сегодня обращаться. Если дополнительные вопросы возникнут, можете обращаться по почте, либо по номеру телефона, который указан на слайде. Всем спасибо за внимание.